Добрый вечер! Добрый вечер, Андрей Дмитриевич! И мы начинаем нашу еженедельную фирменную программу интернет-газета Фонтанка.ру. Итоги недели с Андреем Константиновым. Я третью неделю вынужден заменять Наденьку. Почти чувствую себя уже Наденькой, твоей постоянной собеседницей. Но все-таки я Александр Горшков, редактор Фонтанки. Я сдерживаю с трудом. Мы постараемся за эти час небольшим обсудить, что было интересного, важного на минувших днях и что нас ждет в предыдущем. В прошлой программе мы много говорили о предстоящей встрече Путина и Трампа в Хельсинки. И это действительно остается одним из важных пунктов предстоящей международной повестки, касающейся не только России и США. Но помимо этого, несмотря на чемпионат мира по футболу, который продолжается и в котором сейчас, на этой неделе была временная пауза, буквально в 2-3 дня, сегодня возобновляются игры, начинаются четвертьфиналы. Наша сборная играет завтра в Сочи с хорватами в 21 час. Мы об этом тоже обязательно поговорим. Вряд ли можно обойти вниманием продолжающейся истории с нервно-паралитическим агентом, как об этом говорят англичане, в Англии. На этот раз очередной инцидент произошел в нескольких километрах, точнее, если не ошибаюсь, в 13 от того самого Солсбери, где это случилось с Скрипалями в начале марта. И, может быть, еще о чем-нибудь успеем. Меня заинтересовало, например, как вчера в выпусках новостей по федеральным каналам буквально каждые 15 минут или полчаса показывали встречу Владимира Владимировича Путина и Георгия Сергеевича Полтавченко. И о чем-то это должно говорить. С чего начнем? Наверное, все-таки предлагаю с Англии. Можно и с Англии, но единственное, что до того, как мы начнем говорить о туманном и дождливом Альбионе, я бы хотел отметить невероятную совершенно погоду у нас. Сегодня дождь, по моим подсчетам, начинался 7 раз и ни разу не заканчивался. Это такая редкость для Петербурга? Нет, это Питер, детка, но многих плющит в такую погоду, и даже меня. Вот у меня совершенно чумная голова. В этой связи я хочу передать свое бурное сочувствие всем людям и женщинам, метеозависимым, которые грызут огромные таблетки. Держитесь, люди, скоро будет лето, все будет хорошо. Пожалуйста, не болейте, думайте о том, что солнышко придет. Замечательное вступление, но люди все-таки болеют. Итак, 30 июня, если не ошибаюсь, это была суббота, в больницу маленького городка, название которого нашему согражданам-соотечественникам точно ничего не говорит, да и большинству жителей планеты точно ничего не говорит. Недалеко от Солсбери были доставлены двое жителей Великобритании, двое британцев, 45 лет мужчины и 44-летняя женщина. Ничем не примечательные, как сказала английская полиция, не прослеживается каких-либо связей их ни с английской, ни с британской, ни с русской, ни с какой-либо другой разведкой. И врачи вначале списывали это происшествие на наркотическое отравление, а затем пришли к выводу, что пострадавшие стали жертвами того же нервно-паралитического агента, что и до этого, за три месяца до этого, бывший британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. И напомню, что это было в том самом Солсбери, название которого мы теперь хорошо знаем. Ну и возникает, соответственно... Вот этот городок, где это случилось, у него тоже ягодное название. Берри, это же ягоды по-английски. Такие ягодные дивные города, где все время что-то случается с людьми, и за всем этим, конечно, рука Москвы. Либо страшная, брутальная рука Москвы, которая... Но человек от человека послал Кончару властным взглядом. Ну, подожди, есть много там разных слов... Либо слабшая рука, которая не контролирует ничего. Понятно, подожди, много разных слов уже сказано. Было сказано официальными представителями Великобритании про то, что Москва должна объясниться. Было сказано нашими официальными лицами, в частности, Машей Захаровой, спикером Министерства иностранных дел, о том, что сами дураки, как бы, да, ну и так далее, тому подобное. Понимаешь, в чем дело, да, вот если сейчас чуть-чуть отвлечься от частного к общему, да, замечательно, ну, почему у Маши Захарова только? Наш министр иностранных дел Лавров, да, он давал интервью вот на этой неделе одному английскому телеканалу, где тоже заходила речь, вот еще не было всей этой ажиотации вокруг нового случая отравления, и просто вот упомянули Скрипалей, и он сказал следующее, что, да, в общем-то, мы готовы были к сотрудничеству и так далее, но если вопрос ставится только таким образом, что вы должны признаться, что это сделал либо Путин, либо Путин не контролирует тех, кто это сделал, и других каких-то вариантов нет и быть не может, и на что, ну, я немножко интерпретирую, да, неточную цитату даю, на что, так сказать, Лавров усмехаясь и пожимая плечами, а как в такой, при такой постановке вопроса вообще, как вот вести какой-то диалог, и проблема заключается вот в чем, как мне кажется, что это не только вот ситуация, когда англичане, Тереза Мэй, там, ее правительство, что-то хотят вот такое вот, получить какой-то свой сомнительный гешефт с такой вот историей, которую, может быть, они сами соорудили, а может быть, нет, мне кажется, что это такая большая беда, что ли, да, которая настигла либеральный Запад по многим вопросам. Она называется, она называется нежелание вообще признавать, какие бы то ни было дискуссии и их целесообразность по целому ряду каких-то вопросов, да, то есть, это такая, это такая странная вещь, когда, допустим, какие-то шизанутые супер демократическо-феминистические, значит, женщины говорят, да, вот, есть заявления о харассменте, все, никаких подтверждений, доказательств, свидетельств тому, что случилось там 33 года назад, не только не нужно, это аморально вообще как поднимать вопрос о каких-то доказательствах, более того, аморально даже пассивно соглашаться с нашей правотой, не аморально, только активно участвовать вот в этой вот компании там всеобщей какой-то травли и все, и никак иначе. Дело в том, что с этой проблемой, это действительно серьезно очень, да, это, это ситуация, вот, я говорю, либералов, либертарианцев, это то, что в Америке происходит, Трампа уже там давно, президент, уже давно избрали, да, но в некогда уважаемых раньше, так сказать, СМИ по-прежнему продолжается там компания травли, так сказать, какие-то постоянные материалы о том, что он такой ужасный, что, так сказать, избрали чудовище, что это все, значит, полное, значит... Ну, подожди, в Америке есть разные мнения, и есть разные СМИ, и разные мнения, и как раз это говорит в том числе о свободе мнений, пожалуйста. Нет, это не говорит о свободе мнений. Но подожди... Когда пресс-секретаря Белого дома, даму, просят удалиться из ресторана, А ресторан необычный, ресторан такой, в котором официанты, в основном, люди с недрадиционной сексуальной ориентацией. И вот они требуют, чтобы дама покинула ресторан на том основании, что она является чиновницей вот этой трамповской администрации, несет ответственность. Официанты идут к владельцу, так сказать, этого ресторана, и говорят, мы не будем обслуживать. Это не свобода мнения, это другое. Это как раз свобода мнения предполагает некую дискуссию. Свобода мнения предполагает какое-то, я не знаю, обсуждение, и главное, уважение того мнения, которое не совпадает с твоим. Но когда мнение только одно, вот мое, и оно правильное, и всех остальных я буду травить, я не буду вдаваться, так сказать, в их аргументацию, я не буду, значит, каким-то образом уважать, вслушиваться и так далее. Я буду говорить, вот вы на другой точке зрения вон отсюда. Какая же это, какая же это свобода? Подожди, Андрей, значит, я тебе приведу другой пример из нашей практики, вернее, из российской жизни на этой неделе. Наверное, ты о нем слышал. Пиарщица Леура Мерлен высказалась в соцсетях, высказала абсолютную ерунду, глупость, ну, свидетельствующую о не самом высоком, на мой взгляд, интеллектуальном уровне этой барышни. И на нее тут же набросились телеграм-каналы анонимные, которые принято относить к прокремлевскому Тулу, которые на протяжении двух-трех дней, да и продолжают сейчас, топтались на ней, переключившись с нее на Леруа Мерлен, не будем ходить в эти магазины, ничего там покупать и так далее. Еще раз, ни в коем случае, не защищая эту барышню, подчеркиваю, что, на мой взгляд, она, значит, показала невысокий интеллектуальный уровень, это была абсолютно в том же самом смысле травля, причем, на мой взгляд, она имела еще одну производную, переключить некое внимание там вовлеченные активные тусовки с каких-то других проблем вот на этот частный случай. Я, во-первых, не знаю, о каком случае идет речь, но мне кажется, что никто массово не перестал посещать эти магазины, у нас такие штуки не работают. Это к вопросу отравли, да, это к вопросу отравли. Я еще раз тебе говорю, во-первых, какие-то поганые вещи с Запада мы постоянно заимствуем, да, мы же, в общем-то, смотрим туда, как у них там это все. Когда харассмент тотальный наступил в Америке, да, и пошло вот это движение Мету, ты помнишь, у нас журналистки обнаружили, что по Думе ходит с лучащимися глазами маниак Слуцкий, так сказать, и на каждую продюсер шел с телеканала «Дождь», он имеет свои похотливые виды, да, но у нас это не получилось ничего, вот эта вот компания, потому что у нас общество немножко по-другому устроено, потому что у нас стали как-то, ну, более-менее разумно к этому относиться, говорит, девочки, а что вы не пожаловались своему главному редактору, а почему вы не сказали своему отцу, брату, там еще я не знаю кому, да, почему вы себя как-то так повели, то есть, они пытались скопировать, вот хайпануть на манер того, как это делают в Америке, но в Америке, еще раз говорю, там вот эти заявления, они не нуждаются ни в какой доказательной базе, там немедленно начинается травля, и все, кого обвиняют в сексуальных домогательствах, тут же должны лечь в клинику, значит, где лечат от сексуальной зависимости. Слушай, ну, не вставая на сторону, ни на одну из сторон в кейсе с депутатом нашей думы, господином Слуцким, я хочу сказать, что, возможно, у нас это свидетельствует о другом, как бы, да, о крайне размытых стандартах, как бы, да, поведения. Слушай, ну, о каких стандартах поведения ты говоришь, да? Есть поведение неприличное, ну, там, неприличное, не там, неприятное и так далее, но, знаешь, вот пытались объявлять даже бойкот, ведь, Госдуме какие-то из вот этих средств массовой информации, а потом вот недавно бойкот этот закончился, как я понял, там, телеканал «Дождь» вроде бы решил, что все-таки в новостном режиме надо продолжать нормально работать дальше. Понимаешь, я вот в эти вообще дела с тем, что в каких-то госучреждениях женщина беззащитна, фактически, как на войне, я не очень уверен. Понимаешь, ну, я верю в то, что люди могут себе позволять какие-то шутки дурные, сальные. Я даже думаю, что кто-то может руку дальше, чем надо протянуть. Ну, я абсолютно не верю, что нормальная женщина не знает, как в этой ситуации себя вести, как дать понять, что это, в общем-то, не нужно, как влепить по морде, в конце концов, так сказать, получить удовольствие от звонка и пощечины. И ничего бы им за это не было. Потому что, если бы, так сказать, кто-то полез, значит, к какой-то журналистке под юбку, неважно, какой ты депутат и какой ты комитет возглавляешь, да, значит, ты получаешь по морде, и что, ты же, ну, потом найдут где-то холодный труп этой, значит, девочки, да, она бесследно исчезнет, ее в подземный сексуальный зиндан уволокут, да ничего подобного не будет. Ничего не будет, так сказать, испугается этот человек, чтобы никто не увидел пятерню, так сказать, на щеке. И все. Перестаньте вы это... Все, подожди, это, кстати, хороший рецепт. Будем ждать, когда кто-то из коллег журналистов женского пола залепит какому-нибудь депутату по морде. Я тебе хочу просто сказать, Саша, да, вот мы с тобой много разных ситуаций каких-то видели. Мы видели много разных каких-то ситуаций, да. Неужели ты веришь хотя бы на секунду, да, что вот пришла журналистка там делать с кем-то, так сказать, интервью, с нехорошим человеком, он стал делать грязные какие-то намеки, он полез там, значит, рукой куда-то не туда, она дала пощечину и дальше с ней расправились. Нет, ну, как бы... Дальше с ней расправились. Андрей, ну не расправились. Сломали ей судьбу. Андрей, нет, 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 ни в коем случае... Это собачья чушь, поэтому рецепт. Ну, простите, ни в коем случае, я не думаю ни о какой расправе, но, значит, человек в стрессовой ситуации, тем более человек не сильный, может себя повести робко. Такое может быть, да. Ты под человеком женщину имеешь в виду или девушку? Ну, как ты называешь, да. А, ну, в этом смысле. Хорошо, скажи, пожалуйста, давай все-таки вернемся в Великобританию, да, твоя позиция по предыдущему кейсу, я имею в виду трехмесячной давности с Карполями, она известна, да, ты ее воспроизведешь лучше, чем я, но я просто, чтобы сократить время, чтобы мы еще успели о чем-то переговорить. Итак, да, поправь меня, если не так, ты считаешь, что та ситуация, это была провокация, устроенная самими англичанами, с какой целью, это другой вопрос. Но напомню, что она привела, так или иначе, та история к взаимной высылке дипломатов, закрытием консульств, в том числе в Санкт-Петербурге, как бы, да. Она привела к... И к серьезному осложнению отношений. Она привела к обострению международной обстановки в целом, я бы так сказал. Потому что это... Что ты думаешь теперь, после того, как произошел вторичный случай? Да, можно я только немножко все-таки толкнусь от предыдущей всей истории со Скрипалями, да? Я действительно считаю, что разумных аргументов в пользу того, что это была некая странная история, скажем так, затеянная непосредственно англичанами, может быть, какими-то их союзниками, значит, по следующим причинам. Я не вижу никакой мотивации для России что-то делать со Скрипалями. Ну, вот вообще никакой. Сам Скрипаль никому не нужен, неинтересен, было бы не так, его бы не выпустили. Про девочку эту я вообще молчу, не говорю и так далее. Нету мотивации, я ее не вижу. Вот эта мотивация о том, что все-таки любой ценой отомстить, это для либералов, которые живут... Почему? Очень понятная категория мести, как бы, да? Месть это категория личная. Месть это категория, когда между людьми что-то такое. Я ее почла. Хорошо, назидательный урок, чтобы никому не было повадно впредь. Почему глупости какие, да? Почему глупости? Ну, потому что уроки... Какой урок? Ну, человека, так сказать, могли давным-давно отправить на тот свет, когда он еще был осужден. Он был осужден, он был помилован, так сказать, он был отдан, но потом, конечно, настигает его кровавая рука Кремля. Значит, огромное количество кого не настигает, а тут, конечно, он был прям нужен. Вот именно с ним нужно было так сделать. Я в это не то, что не верю, понимаешь, месть, еще раз тебе говорю, это эмоциональная категория. Спецслужбы руководствуются другим совершенно принципом. Они руководствуются в своей работе, жизнедеятельности принципом технологической достаточности. Когда не делается что-то, ну, по принципу лезвия оккома, да, так сказать, не множьте сущностей сверхнеобходимых, да. Если достаточно сделать вот этого, то, как бы, лишнего делать совершенно не нужно, никто не будет, потому что это, еще раз говорю, противоречит основному вот этому принципу работы специальных служб. Второй момент, вытекающий из этого же принципа. Извини, а в чем был логика, принцип работы специальных служб? Ну, в данном случае, очевидно, полиции, которая, сотрудники которой на этой неделе поймали где-то в районе Чистых прудов несколько сотрудников театра ДОК, затащили их в кутузку, как говорят актеры, над ними словесно поиздевались, ну, а потом отпустили. В чем была логика? Расскажи мне. А полиция – это не специальная служба. Полиция, чтоб ты знал, да, это просто полиция. Полиция во всех странах мира, там такие интересные люди работают, зачастую заскорузные, чудаковатые, склонные к насилию, иногда очень тупые, да, вот, ну, совсем. Хорошо, а почему ты говоришь про то, что обязательно в Великобритании действовали наши специальные службы? А просто полиция? Ну, тогда... Нет, не просто полиция, есть... А кто? Лично кто-то, да, из личных таких патриотических... Тимуровцы, да, Тимуровцы. Значит, по поводу Тимуровцев, тогда я не очень понимаю, при чем здесь Россия. Потому что Тимуровцы такие вот, да, которые готовы отдать себя в жертву своим каким-то идеям, они есть во всех странах. У всех, но вопрос-то даже не про Тимуровцев был в первую очередь сформулирован, а, товарищи, а что у вас происходит с опасными препаратами? А это не у нас происходит с опасными препаратами, это у вас происходит с опасными препаратами на вашей территории, и если вы можете доказать, что это делают русские люди, тогда, пожалуйста, покажите ваши доказательства. Вы пока говорите только о том, что, поскольку найден на месте преступления автомат Калашникова, и все знают, что Калашников русский, значит, это сделали русские. Но такая логика, это абсолютный дебилизм, да. Второй момент по поводу спецслужб, который я могу сказать, я абсолютно уверен, что это не наши спецслужбы, потому что, если бы это была задача, которая была сформулирована и поставлена именно спецслужбам, то есть убрать скрипаля, то, в общем-то, последнее, что стали бы брать на складах НКВД для того, чтобы как-то оснаститься к этой операции, это боевые отравляющие вещества. В силу того, что это, ну, чудовищно морочно, не гарантирует результата, как мы видим, да, вот, значит, он почему-то остался жив. У нас от боярусника людям рут никто, так сказать, откачать не может, а тут, так сказать, в Англии в этой замечательной боевым отравляющем, и все всегда живы. Эти живы, эти живы, да что такое. Хорошо, но что теперь-то вот после... Ну, подожди секунду, дай мне дойти. А я просто хочу уложиться, успеть во время. Уляжемся, так сказать, хотя вот с учетом того, что ты чувствуешь себя Наденькой, значит, не будем употреблять этого глагола, что мы уложимся, уляжемся, нехорошо это, понимаешь? У нас консервативное общество, Александр, надо понимать. Вот, так вот, было бы сделано по-другому, проще, надежнее, так сказать, и с... Я бы, по крайней мере, сделал по-другому, понимаешь? Вот я бы приехал туда, и мне ничего не надо было бы. Вот я все необходимое приобрел бы в Англии, понимаешь? В любом строительном супермаркете искри полей бы не было бы, понимаешь? Это при том, что я не самый главный специалист, Саша. Я ведь многие вещи уже, так сказать, плохо помню. Когда-то нам рассказывали, как, чего делается. И, поверь, да, это вот такая очень морочная история, да, вот морочная история с вот этим газом и так далее, да? Но самое главное, еще раз тебе говорю, удивляет то, что они остались живы. Потому что, и более того, они не просто остались живы, они еще оказались здоровы. Потому что девица-скрипаль, когда вышла, явила себя миру, понимаешь, какая вещь? Она не просто жива, здорова и так далее. Внешне никаких последствий не видно, да? У нее непрерывистая речь, да, так сказать. Она нормально стоит. Она не трясет головой, она не пускает слюну через губу. Вот вчера были повешены семь руководителей секты Аумс-Мерикё, да, ты помнишь? Они... Этой истории примерно, ведь, больше 20 лет, по-моему. Да, 25 лет примерно. В 94-м, по-моему, году. Атака в московском, ой, в токийском метро. В токийском метро, да. Так вот, почему я вспомнил? Потому что они Зарин распылили на нескольких станциях метро. Зарин – это прадедушка-новичка, да, это того же... Я-то про эту историю, когда сегодня услышал, вчера ночью, я в первую очередь вспомнил про то, что их принимали почти что в Кремле у нас. Да, Василий... Не их, а руководители секты вот этого, Асахара или как его там. Он собирал залы в Москве. Он не просто залы собирал, так сказать, они здесь хотели угнездиться, они здесь хотели развернуть свой штаб. Здесь много чего было. А принимали их на уровне руководителей администрации президента и вице-премьеров, если не ошибаюсь. А Шумейко кем у нас был? А Шумейко был вице-премьером, а может быть даже первым вице-премьером. По-моему, он был премьером. Нет, нет, премьером он не был, он, по-моему, был первым вице-премьером. Чем удивил меня в свое время Шумейко, да, так сказать, он меня двумя вещами, так сказать, поразил. Вот Канта поражало звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. А Шумейко меня поражал тем, что он встречался с этим чертом вообще, да? То есть, какой уровень-то, да, так сказать, надо понимать. Ну, у нас еще вот эти ваши демократические руководители Новой России любили... А кто сказал, что он был демократическим руководителем Новой России? А кем он был? Ну, это твоя характеристика демократическая. Это человек у грюмого краснодарского засола, так сказать. Второе, чем он меня поразил, это то, что он встречал королеву Елизавету в кожаном пальто. Вот это было, так сказать, вообще... Это еще круче. Это было круто. Это было круто. Понимаешь, не хватало только серебряных витых погон каких-то, да, кобуры. И, ну, это просто вот в бабочке, причем еще в киси, да? Ну, слушайте, я тогда понял, что что-то не то у нас в стране происходит. Значит, изменения-то произошли на радость всем, да? Ну, вот как-то что-то не туда пошло. А еще у нас любили встречаться вот эти вот большие руководители с... Запретили-то у нас сейчас дианетика... Хаббард? Как называется эта религия? Саентология? Саентология, да, саентология, значит. Вот еще там, значит, вот эти черти, так сказать, были. К нам они, помнишь, однажды приходили в агентство? Было-было, да. Вот два таких лысеньких. И говорят, вы не знаете наших возможностей, Андрей Дмитриевич. Давайте дружить. У вас карьера совершенно по-другому пойдет. А не договоримся, так, глядишь, где-то что-то... Я их с лестницы спускал. А как знать, может быть, и пошла бы, знаешь... Может быть, и пошла бы. Пустил свой шанс, счастливый билет. Я их обоих спустил с лестницы и вслед им еще книжку эту кинул, да, их. А наши высокие руководители встречались. Так вот, по поводу... Ну, подожди, извини. У некоторых из них, насколько мы знаем, карьера и пошла по-другому. Карьера и пошла. И, более того, один из них на этой неделе, как стало известно, засвоен высокого звания Героя Российской Федерации. Ну, давай об этом чуть позже, иначе мы просто... Я готов поговорить и по поводу званий. Не, ну, это так, если что... Я не знаю, так или нет. Я не читал этот указ, поэтому слухи, не слухи и так далее. Подожди, если это слухи, то их и распространяет телеграммное агентство Советского Союза. Ну, отчего бы агентству Советского Союза и не распространять бы разные слухи. Ну, подожди, да, по поводу все-таки вот этой секты и Зарина, такая у нас Зариновая неделя получилась с этими англичанами, с этими, значит, жертвами в Токийском метро 25 лет назад, а повесили их только сейчас, да. Так вот, еще раз говорю, Зарин – это прадедушка новичка, да, такой дряхлый, прадедушка, и они распыляли-то этот газ очень кустарным образом. То есть, они некие такие емкости, ну, то есть, грубо говоря, шарики просто схлопнули, да, значит, пошел газ. 13, по-моему, трупов и огромное количество пострадавших. Причем пострадавших каких, да, вот отравленных по-настоящему. И огромное количество людей, Саш, до сих пор так и не поправились. – Я абсолютно понимаю, о чем ты говоришь, но мы с тобой не химики. – Нет, подожди, мы не химики. – Замкнутое пространство, метро, как бы, да, где идет циркуляция воздуха, и, естественно, всякая гадость тут же… – Но мы говорим, что это хиленький прадедушка, да, что это все-таки Зарин, а не новичок, да, хотя одного класса, да, значит, одной линейки, да, но, значит, все-таки автомобиль-копейка, а не автомобиль-мерседес, да, так вот некоторое количество людей до сих пор не могут встать просто, понимаешь, вот это в Японии, да, где уж лечат, так лечат, это вам не какая-то там Англия, да, значит, и вот Зарин, да, так сказать, и вот я понимаю, да, и вот трупы, и вот все хорошо. Здесь трупов нет, здесь есть веселая Юля Скрипаль, которая… – Ну, подожди, Андрей, ну, а еще раз, мы с тобой не химики, да, там… – Не химики и не врачи. – Люди-химики, которым я не призываю верить, но, по крайней мере, они атрибутированы химики, они говорят, что могло быть по-разному, значит, препарат летучий, разлагается на воздухе и так далее и тому подобное. Я не знаю, да? – И я не знаю. Я тебе говорю только одно, что когда люди поражены настолько, что они теряют сознание и все такое прочее, да, то, как правило, после таких вот поражений боевыми отравляющими веществами назад они уже никуда не возвращаются. – Хорошо, в нынешний случай. Ты хочешь сказать, что англичане с маниакальным упорством… – Ты хочешь с Японией просто и не возвращаться уже к этой замечательной секте. Она, во-первых, до сих пор у нас есть, последовательные этого, так сказать, казненного тоже есть, они есть по миру, это опасные очень вещи, это тоталитарная секта, которая… Это не японская проблема, но посмотри, как японцы интересно поступают с такими людьми, да. Вот Япония – продвинутая страна, да, никто же не будет говорить, что японцы, они в каком-то мракобесии, там, 18 века живут, да, но у них не отменена смертная казнь. – Но в Америке она тоже не отменена. – Не во всех штатах. – Не во всех штатах, да. – В большинстве штатов-то как раз ее нет. Вот, значит, там Техас такой, кровожадные штаты, еще несколько. В большинстве штатов нету смертной казни, многие не в курсе. В Японии действует смертная казнь. Я когда был в Японии, лет 10 назад это было, или что-то около того, или, может быть, чуть поменьше, они сидели, вся эта губкомпания, да, и я спрашивал, а почему такая долгая дистанция от приговора до смертной казни? Ну, мы с японцами общаемся, иногда с японскими консулами мы обедаем, ты мог обратить внимание, что японцы – люди необычные, да, такие, не похожие все-таки, да, совсем на европейцев и так далее. Оттуда они меня совсем удивили. Они сказали так, вот те, кого я спросил, во-первых, у нас принято приводить приговор в исполнение очень-очень вот спустя много лет, потому что мы все время проверяем, не совершена ли какая-то ошибка. А потом так мило улыбнулись и сказали, а во-вторых, все эти годы мы их мучаем. Я спросил, как это? А так это, они сидят в очень плохих условиях. Еду им не дают, вот как в Норвегии или в Швеции, на подогретых подносах, там, как Брэйвик сидит, как в шанаторе. Им швыряют это на пол. Я не думаю, что в наших колониях, тюрьмах для пожизненного ситуация лучше. Я не знаю, я там не был, я думаю, что, так сказать, мы плохо себе представляем, как на самом деле там обстоят дела, а по всяким слухам и прочим, там, остров Огненный и так далее, я много слышал баек разных. В одну сторону, в другую сторону, так как у Брэйвика у нас нет. Но я думаю, что и так, как у японцев у нас тоже нет. Вот. Значит, возвращаемся в Англию к двум этим людям, которые пострадали недавно. А это вообще выглядит попыткой англичан выйти из вот этой истории со Скрипалями, потому что там одни вопросы, ответов нет, ситуация абсолютно глупая. И одним из доказательств того, что эта вся история, она злонамеренно была срежиссирована именно английскими спецслужбами, для меня конкретно, служит один простой очень факт. Вот это выступление Юлии Скрипальевой. Потому что ее русский текст, который она воспроизводила письменно и устно, это абсолютно точно не ее текст. Это текст, который ей был написан англичанином, и потом под кальку переведен на русский язык. Скажи, пожалуйста, когда у нас идет какая-то операция, полицейская операция спецслужб с целью раскрыть какое-то преступление. Те, кто участвует в этой операции из гражданских, они тоже действуют под контролем, правильно? И говорят те слова, которые им сказано говорить. Подожди, подожди. У нас бывает по-разному, и у нас люди разные какие-то слова говорят, но они не говорят, я просто не припомню такого случая, чтобы у нас русский говорил бы не по-русски, что называется, чтобы у нас русский какой-то человек говорил так, что все думали... Кто опять рвется в студию во время прямого эфира? Да, к нам в студию рвется Катерина. Раньше носили чай мне одному, а тут хотя бы в меньшей кружке, что-то сказать. Ну, хорошо, ладно. Я не припомню такого случая, чтобы у нас кому-то вкладывали какой-то такой вот нечеловеческий текст в уста. Я... То есть, человеку обычно дается какое-то направление, ты скажи примерно вот так вот, как бы, да? И, что называется, своими словами. Я помню, знаешь, я помню дикий случай, когда я не поверил ни одному слову, когда вот на камеру человек воспроизводил что-то, но он не наш, а украинский. Когда, помнишь, генерала Пукоча взяли, который якобы убил... Которого обвиняют в убийстве Гангаза. Успей убийство Гангаза. Винили, который получил за это срок. Да. Вот там была такая оперативная съемка. Его когда задерживают, сначала кладут мордой в землю, потом поднимают и говорят, ты кто? Я есть генерал Пукоч. За что задержаны? Я подозреваю в том, что я там так убил Гангаза и съел там что-то такое. Я думаю, что за хинея. Не может генерал милиции нести такую чушь. Но согласись, что постановочной реконструкцией с целью сделать клип занимаются полиции во всем мире. И в Украине, и у нас, и наверняка в Великобритании, и в Америке, в Гондурасе, где угодно. Только тогда объясни мне, пожалуйста, такую ситуацию. Если Юля Скрипаль, она жертва, зачем ей писать какой-то текст? Почему она не может выступить сама, сказать это все своими словами? Почему это должен быть написано англичанами? Банальное объяснение, процедурная глупость. Ну, подожди. Просто потому, что они такие дураки. Да, извини, но ты дал одно из объяснений, одну из версий, что англичане таким образом продолжают свою игру. Но я могу дать... Нет, не продолжают свою игру. Ты не послушал. Ты, как всегда, прицепился к деталям и не выслушал. Я говорю, что они пытаются закончить эту игру. С моей точки зрения, это попытка выхода из этой ситуации. Я понял, да, именно это я имел в виду. Но я могу дать точно такие же другие объяснения. Какие? Ну, пожалуйста. Мы же вам говорили, что это не мы. А теперь вы что скажете? Это ты имеешь в виду нас? Да. А, то есть мы продолжаем притравливать народ... Ну, почему... Ну, почему не может быть и такой версии? Ты дал одну версию, я тебе говорю другую. Может быть, третья, четвертая, какая угодно, как бы, да? Может быть, просто два охламона нашли какую-то пробирку, которая осталась с этих трех месяцев. В четыре месяца она... Я не знаю. Я же не держал в руках. Мы даже не знаем, что они нашли. Известно только, что вроде как это происходило, что они до чего-то дотронулись, и где-то это было в замкнутом пространстве. Дома, не дома. Там сейчас оцеплено все... Послушай, вот мы с тобой занимаемся журналистскими расследованиями, да, уже 27 лет, да, в более меньшей какой-то плотности, да, там, и так далее. Но опыт у нас достаточно большой. И мы с тобой оба хорошо знаем, что, как правило, очень редко, когда какая-то сложная, вычурная версия оказывается той самой, да. Как правило, самая простая версия, она и оказывается самой рабочей, да, самой такой вот близкой к тому, что было на самом деле. И в этой ситуации можно, конечно, наворочить всяких дел, что это делают русские спецслужбы по каким-то диким мотивам совершенно, да, сначала мотив месть, потом, чтобы не подумали на нас, потом еще что-то такое ты представишь. Но я-то вижу хорошо мотив у англичан, мне он как раз понятен. Они-то как раз добились всего того, чего они хотели от этой истории. Они хотели хайпануть и обострить ситуацию международную, они это сделали. А что они на этом поимели? Они на этом поимели очень простую вещь. Они на этом поимели продолжение негативного тренда в отношении России, а англичане были в этом смысле серьезными заводилами. А зачем? Да как зачем, понимаешь, Саш? Зачем вообще-то сказать с Россией было ссориться и так далее? Ну, зачем им это? Да, зачем? Зачем им негативный тренд в отношении с Россией? Что они на этом выигрывают? Что они здесь извлекают? Я тебе скажу, я думал на этот предмет. Россия в качестве такого вот пугала, врага и так далее, это, во-первых, такой мобилизующий фактор. Потому что, когда дела после 1991 года пошли соответствующим образом, хереть потихонечку стал непобедимый блок НАТО. Люди расслабились, перестали тратить деньги на оборонку в Европе, на армии свои. Много, так сказать, чего в этом смысле пошло таким образом достаточно мирным. в этой логике британские ВПК нет, не британские ВПК. Тут вопрос не только совсем в британском ВПК или там в британских спецслужбах. Мне кажется, что это вопрос и политический в том числе. Дело в том, что вести какую-то агрессивную политику в отношении мира удобно тогда, когда есть четко обозначенные центры мирового зла. допустим, понимаешь, когда все тишь, гладь и Божья благодать, не очень удобно в этой ситуации допустим наносить удары по Сирии, по Ливии. Да, вот, ну, как-то нехорошо, да, вот, нету, а тут надо, потому что, ну, тут же как же, вот же, надо же, понимаете, надо, чтобы мир стряхнулся, надо, чтобы мир мобилизовался, надо, чтобы мир понимал, что да, мы идем на какие-то ситуации, которые, может быть, и являются нарушением международного права, но не время, товарищ, война, мы это делаем из высших соображений, да, мы трясем пробирками в Совете Безопасности ООН, да, мы немножечко здесь передергиваем и фальсифицируем, но мы делаем это только потому, что мы чувствуем вот эту вот реальную опасность, которая исходит и поэтому, только поэтому мы так и поступаем, да, значит, в ситуации, которая развивалась с Россией, понимаешь, Украина, вопрос не в том, что Бжезинский завещал, оторвете Украину от России и считаете, вы, значит, победили эту варварскую страну, вопрос в том, что там так развивалась ситуация, что было принято решение на одобрение вот этого антиконституционного, проевропейского, антироссийского государственного переворота. Дальше все то, что, так сказать, пошло, оно пошло уже в рамках логики фактически необъявленной войны. Вот и все. Поэтому, с моей точки зрения, да, почему возникли непосредственно Скрипали и все такое прочее, да, потому что нужно было скомпрометировать Россию еще сильнее, да, не просто вмешиваются в выборы в Соединенных Штатах, да, они еще и говорят, что, говорят, что уничтожили химоружие, но на самом деле смотрите, что они делают, да, нужно было любой ценой заставить, да, а это еще на фоне разных заявлений товарища Трампа о том, что ничего подобного не буду я так вот с вами. Хотите, чтобы был блок НАТО? Не вопрос, мы решаем, мы играем там решающую роль, вот мы, американцы, но на халяву это больше не будет. 2% Он-то с самого начала обозначал еще не будучи президентом, платите, платите, но дело в том, что относились-то к этому несерьезно. Ну, там говорит, во-первых, не факт, что выиграет, выиграл. Ну, выиграл, не выиграл, там, знаете, одно говорить, когда ты кандидат в президенты, а другое дело, когда ты уже все-таки президент, да. Потом вдруг оказалось, что Трамп это такой странный мужчина, который норовит выполнить все свои обещания, которые он заявлял в ходе предвыборной кампании. Никто так не делает, а он так делает, да, ну, такой странный он, не политик, как бы, бизнесмен. А Трамп-то посмотрел реально, да, вот по странам НАТО, что происходит. Он ужаснулся. По взносам в бюджет организации. А? По взносам в бюджет организации. Нет, не только по взносам, взносы взносами. Мы с тобой обсуждали на прошлой программе, что комсомолка Меркель не платит членские взносы, это нехорошо, из комсомола бы ее уже давно выгнали. Мы так в свое время вышли из комсомола в Ливию, тогда там называлась физкультурная организация. Я был секретарем горкома города Бенгази, Саша. Физкультурников. Физкультурников, да. Мы перестали платить членские взносы и как бы на этом наша комсомольская карьера прекратилась, слава Богу. Значит, а у Меркель продолжается. Трамп посмотрел на реальное состояние дел по непобедимым европейским армиям. И вот тут он, ведь что такое силы НАТО? Как таковых сил НАТО, их не существует. Есть национальные... Они, единственное, то есть они не сейчас, они десяток лет назад примерно начали говорить о необходимости создания сил быстрого реагирования в количестве пары десятков тысяч человек. Насколько я понимаю, толком ничего за эти 10 лет не было сделано и сейчас они опять про это говорят, что надо бы это сделать. На самом деле дела обстоят следующим образом, просто чтобы ты понимал и так далее. Вооруженные силы европейских стран находятся в ужасающем совершенно состоянии, просто вот в ужасающем, чтобы не быть голословным. Я тебе по Германии приведу. Сейчас ты приведешь этот пример, но если это так, я не сомневаюсь, что ты говоришь так, как есть, то это значит, что они расслабились и не ожидали подвоха. Да, они не просто расслабились, ты сказал, Саша, они расслабились настолько, что сейчас вот этих двух процентов, если вдруг начнут платить исправно, будет не хватать. Почему? Потому что два процента это когда вообще все нормально, просто на поддержание, на развитие нового чего-то и так далее. Допустим, по Германии. Немцы аккуратный народ. Ты же знаешь, немцы это люди дотошные, у них вообще все всегда работает, Мерседес всегда уходит от погони и вообще все хорошо. Я был поражен сам, когда столкнулся с этими данными. У них по боевой технике ситуация такая, от трети до половины в исправном состоянии. Ну, примерно как у нас, наверное. Нет, не как у нас, Саша. У немцев, а по некоторым направлениям совсем плохо. Ну, например, у немцев шесть подводных лодок, вот все шесть неисправные. У нас такого нет и быть не может, понимаешь. У них беда с танками абсолютная, да, с автомобилями, с самолетами и вертолетами, да. Это почему произошло? Потому что систематически, годами, да, вот они перестали выделять эти деньги, да, а при этом возрастала нагрузка, как ни странно, на... Потому что они участвовали в различных операциях, да, вот, ну, иногда они назывались миротворческие операции, да, иногда они еще как-то назывались... Слушай, ну, Германия участвует в операциях со сравнительно недавнего времени, все-таки, да, это уже новейшая история практически. Ну, а техника между тем, да, требует постоянного внимания к себе, да, чем она старше становится, тем чаще надо проводить регламентные работы, да, профилактические. Да, да, да. Слушай, знаешь, я вспомнил, я пару лет назад зашел на такой склад-магазин близ одного небольшого швейцарского городка, проезжая мимо, увидел там вывеску, зашел и ходил там, облизывался по этому огромному ангару, там было все, вот, естественно, там от армейских ремней, ботинок, фляжек до автомобилей, да, и можно... Фляжку привези мне, пожалуйста, в следующий раз, обязательно. Я бы тебе автомобиль привез, там можно было взять машину, нормальный, такой армейский джип, да, на ходу, я сейчас врать не буду, но это было что-то в пределах пяти, пяти с половиной тысяч франков, то есть, это то же самое, что в долларах примерно, я думаю, растаможка, наверное, раза в два больше, как бы, но я уже прикидывал, как я буду въезжать через границу на этой машине. Въехать-то ты въедешь, и даже проедешь и доедешь, но потом будешь маяться, потому что это все не новая техника, вопросы запчастей, так сказать, и так далее, это страшная история. Так вот, если у немцев в таком состоянии все находится, я тебе хочу сказать, что не лучше у англичан, не лучше у французов, у испанцев, про Италию я вообще молчу, про остальных, там разных, вот, поляков и, значит, так далее, говорить не будет. Ты мне не открыл глаза на то, что основа НАТО это Соединенные Штаты, и Турция, не секрет. И Турция, очень, между прочим, совершенно в другом состоянии, находящаяся армия и так далее. У европейских стран, у них такая концепция была, ну, нам нужна авиация, чтобы вот в случае чего Ливию-то подолбать, да, в более-менее нормальном состоянии, нам нужен спецназ, все остальное нам особо не нужно. Авиация у них летает, отмечу, в будущий последний раз в середине Европе сколько-то месяцев назад, каждый день по многу раз видел, ну, потому что это, во-первых, там парады, во-вторых, это действительно бывает нужно для дистанционной войны, но уже с вертолетами хуже, чем, допустим, со штурмовиками, да, а с танками в Германии, если не изменяет память, что-то порядка 225 или 230 танков, да. Тут вообще большой вопрос, насколько в современной войне нужны танки, да? Не согласен, допустим, если мы говорим о такой войне, какая была в Ираке или в Сирии, то оказывается, что танки вполне еще пока себе нужны, да. А что случилось с танками Хусейна в первые же дни войны, как бы, да? Ну, друг мой, дело в том, что тогда многие как раз и сделали выводы, да, ну, все правильно, у него была армия совершенно ниже, так сказать, на порядок, да, большинство были просто уничтожены в силу того, что Америка и Англия, они владели этими средствами уничтожения, и все в этом смысле, конечно, вот, но я не об этом говорю, я хочу тебе сказать, что, вот, допустим, в Германии половина примерно этих танков, она вообще не на ходу, они вообще не исправны, это металлолом. У нас на складах консервации стоят тысячи, если не десятки тысяч этих танков, я не знаю, я тебе говорю о тех, которые на вооружении, понимаешь, которые в боевом строю, а на самом деле половина из них просто не может никуда поехать. опять же, извини, да, я к чему об этом говорю? Войну на юго-востоке Украины мы можем вспомнить, как бы, танки и с одной, и с другой стороны, и как они горели, правильно? И это у украинцев еще не было джавелинов противотанковых комплексов, которым сейчас начала поставлять Америка. Горели-то в основном украинские танки, вот, и очень большие потери, так сказать, они как раз понесли. Но дело не в этом. Я почему задержался на вопросе о том, в каком состоянии вот эти вот вооруженные силы государств Европы, а дело, и какое это имеет отношение к вот этой истории со Скрипалями и с последующим вот этим ягодным продолжением. Вообще, очень просто. Если сейчас Трамп поставит какой-то ультиматум и скажет, либо платите сучи дети, либо мы, значит, меняем конфигурацию взаимоотношений внутри НАТО, а саммит НАТО вот он перед встречей Трампа и Путина, да, то это практически, считай, катастрофа для и экономик этих стран и для тех элит, которые сейчас находятся у власти в этих странах. Потому что они этого просто не выдержат. Если Трамп поставит вопрос приводить и твари в нормальное состояние, да, вот свои вооруженные силы, чтобы хотя бы как у турок товарищи немцы, то это не вопрос двух процентов, Саша. А Германия находится в таком сейчас состоянии еще и с мигрантами, еще и с вот этим всем, значит, салатом оливье, который у них заварен, тяжело им на самом деле, да. Под Меркель кресло качается, под Мэй кресло качается. Очень сильно причем качаются кресла под этими двумя некрасивыми женщинами, да, что в такой ситуации нужно сделать? В такой ситуации нужен какой-то очередной пожар, чтобы сказать, да, барин, не время сейчас, смотри, у нас тут вот внешний враг не дремлет, как мы можем делать в НАТО то, о чем вот ты говоришь, это просто вот никак невозможно и все, а вон, смотри, не угомоняться, казалось бы, пинать надо мячик, футбол махан, понимаешь, и он гармошка спилен, понимаешь, но на Айн они снова берут новичок, кладут его в хозяйственную сумку и идут, травят каких-то там обормозов, да, может быть, такая какая-то мотивация, но меньше всего я думаю на то, что какая-то такая случайность могла произойти, хотя я не исключаю эту возможность полностью, потому что оба случая произошли действительно, да, в радиусе, по-моему, 12 километров от такого центра замечательного Порт-н-Даун вот этот, где, собственно говоря, лаборатория, где находятся военные, скажем так, химические лаборатории английские, которые, как оказывается, обладают достаточными возможностями, чтобы определить там, новичок это не новичок, а это можно делать только имея образцы, вот, и что-то там происходит, может быть, не то, может быть, там какие-то, так сказать, я не знаю, утечки, усушки, утруски, я не понимаю, да, самое смешное будет, если это действительно какая-то случайная история с последующим случайным же повторением, так тоже бывает, и это настолько глупо, вот эта вся история, которая случилась сейчас с двумя этими героиново-зависимыми английскими людьми, что я в какой-то момент, в какой-то момент, я даже подумал, ну, может быть, действительно, и первая скрипалевская история, чуть-чуть так поколебалась моя вот эта вот уверенность в том, что это было злонамеренно сделано английскими спецслужбами, потому что, неужели они такие кретины, чтобы второй раз хорошо, я предлагаю, мы наверняка еще к этой теме вернемся, если я когда-нибудь окажусь с тобой в одной студии, я не исключаю такой возможности, хотя шансов у меня немного, значит, но, чтобы успеть все-таки еще обсудить несколько тем, я предлагаю закончить тему с Англией, согласись в этой... А потом, чтобы с ней закончить, ты видел фотографию Терезы Мэй? Слушай, Андрей... Мне кажется, такая баба-яга на все способна. нехорошо обсуждать, а кто-то вот сидит, смотрит сейчас на нас и говорит, какие уроды сидят в студии, не знаю, что говорят, глядя на тебя, а мне очень часто говорят комплименты, говорят, вы такой румяненький, они тельстят. Так вот, чтобы закончить, согласись, что история приобретает особую остроту в свете возможного полуфинала на чемпионате мира по футболу Россия-Англия. Как тебе такой результат? Ну, мы, конечно, перескакиваем через четверть в финал, но если мы смогли одолеть непобедимых испанцев, а это, я убежден, заслуга в первую очередь тренера Черчесова, который дослуживает всякие уважухи, ну, команда тоже хороша, но они выполнили установки тренера в первую очередь, как бы, да, этот тренер переиграл тренера. Так вот, я не исключаю, что если... что вам... Я не знаю, но чудеса возможны дальше, и тогда Россия-Англия. Я сейчас отвечу на твой пылающий вопрос. Мне кажется, что нам очень повезло в матче с испанцами, удача была на нашей стороне. Мне кажется, что вот это вот... Да, это не только везение, безусловно, бились, безусловно, старались, безусловно, умирали, но класс нашего футбола, он не был явлен в этом матче, как такой вот волшебный. Ну, знаешь, неважно, как сказал Владимир Владимирович, важен результат. Важен результат. Почти на табло не пишется. Я тоже знаю этот закон. Я так волновался, когда наши играли с Испанией, что не стал это все смотреть. Я боялся, да, я боялся сглазить, я гулял, ходил и ждал, пока мне там Митика позвонит и скажет, что там происходит. И зато вечером этого дня я смотрел матч Хорватия-Дания. А у нас все так возносили Акинфеева с его действительно необыкновенным отбитием ногой. Ну, не просто так возносили, он отбил два меща, один из них в таком эффектном падении, как бы, зацепил ногой. И вот я смотрю вечером матч Хорватия-Дания, где вратари хорватские и датские по три пенальти отбили. Датчанин, датчанам в ворота назначают штрафной за минуту, когда истечет время дополнительное уже, вот второй период дополнительного времени. они действительно нарушили, какой-то лидер хорватов выходит бить, и все понимают, что сейчас заканчивается эта история, потому что пенальти, последняя минута, вот он божий шанс. И этот вратарь берет этот пенальти. И потом, когда начинают бить пенальти уже по назначению, берет еще два. Но хорватский вратарь, так сказать, берет три вот в серии пенальти уже, да, и, соответственно, датчане проигрывают. То есть, я хочу сказать, что хорватский вратарь, которым нам предстоит, он зверь не менее Акинфеева, потому что Акинфеев взял два пенальти, а хорват взял три. Ну, любое чудо должно быть подготовлено, ведь на этой неделе, я напомню, наши госбанки ВТБ и Сбер выкупили крупнейшую хорватскую торговую компанию Агроторг. Их вообще нужно закошмарить. Не за ярд долларов, а гораздо больше, и теперь мы просто не можем как-то уступить. Послушай, да, что касается вот этих хротов, которые, значит, нам говорят, вы нам должны должок вернуть, потому что когда-то давно, если бы не мы, если бы не наш какой-то там матч, который мы выиграли, хотя могли не выигрывать, вы бы не попали на чемпионат Европы, да, теперь за вами должок, вы его отдайте. Вот когда, помнишь, вот Аршавин там что-то бегал, забивал, вот, и мы вышли тоже вот куда-то высоко. Так вот, все говорят, что Хорватия, она не такой сложный противник, как Испания. Это не так. Нет, это так, Испания сильнее, но вот это-то для нас и страшнее. Понимаешь, мы такой народ, что вот, когда надо сделать невозможное, нужно нанимать русских, Хорваты очень слаженно играют. Они играют, сейчас, ну, вообще вот в этой, во всей истории вот восемь их осталось, там, мы с тобой сидим, мы уже там французы с Уругваем рубятся, да, непонятно как. Каждый может выиграть у каждого. Вот каждый может выиграть у каждого. На самом деле, все, да, это правда так. И понятное дело, что хорваты, они вот не такие ужасные, как вот эта вот красная фурия испанская. Вот это-то для нас и плохо. Потому что мы можем, так сказать, на борьбу с испанским зверем мобилизоваться, а тут Хорватия на карте не видно. Пху, братушки. Вот, тем более славяне, тем более мы что-то там купили, да, тем более, как хитро себя хорваты повели. Их тренер на пресс-конференции после того, вот уже, как вот понятно было, что Хорватия играет с Россией, он сказал, мы будем сражаться с величайшей командой мира, имея... Черчесова на этом не проведет. Имея в виду нас. Вот мы величайшая команда мира. Тонко, грамотно. Вот, если мы поверим, что мы величайшая команда мира, то дело будет не очень хорошо. Потому что, да, мы победили испанцев, да, значит, вот, одолели, да, и... Но это, еще раз говорю, это во многом удача. Наши в любом случае молодцы. Никаких вопросов к ним нет. Они сделали все красиво. И, знаешь, как вот, я говорю, тот лейтенант, его должны были убить в первую же неделю на фронте, да, а он уже воюет третий год, и поэтому, какие вопросы к нему? Ему теперь все можно, он уже теперь божий, что называется, человек. Он уже НКВДшников бояться не должен. Но, обида-то в том, что, а ведь и правда, хорваты, это не испанцы, да, и действительно, забрежил вот этот шанс. Но твой вопрос был по поводу возможной встречи англичан с нашими в финале. В полуфинале, пока что. Или в полуфинале, там, неважно. Знаешь, я не, вот, в политическом смысле это было бы не очень хорошо, потому что англичане, такие люди, они умеют портить людям праздник, да, вот эта Тереза Мэй, она ведь не приедет, да, на вот это все. А без нее игры не будет, что ли? Не то, что не будет игры, да, но, как сказать, будет некрасиво, да, они себя, они не стесняясь, ведут себя некрасиво. Я это понял тогда, когда была, помнишь, Олимпиада в Лондоне, и они не пустили Лукашенко на Олимпиаду. Ну, поскольку последний диктатор Европы, они белорусскую делегацию пустили, а Лукашенко нет. А это противоречило не только какой-то правилам вежливости, да, это противоречило самому духу олимпийского движения, потому что когда-то в Греции враждующие цари съезжались, чтобы вот, да, мы враждуем, но на момент Олимпиады мы сидим рядом, шутим, смеемся, пьем вино и разглядываем танцы обнаженных рабынь, так сказать, а также вот когда сходятся в борьбе, значит, лучшие юноши со всей Грецией, да. И вот в этом смысле, да, и то, что я уже, конечно, говорил, ведь все начнут нас обвинять в том, что мы купили хорватов, мы их подкупили, мы их отравили, мы заколдовали, мы использовали экстрасенсов, мы натерли, значит, специальным сексуальным гелем незаметно все места у своих футболистов, и поэтому хорваты впали в дикое сексуальное возбуждение и думали не о том, значит, когда бегали за мячиком, да, найдут что сказать. Знаешь, мы хозяева этого чемпионата, хозяева должны все-таки больше заботиться о том, чтобы гостям хорошо было. Гостям неплохо, а чтобы для тебя было, чтобы, извини, у нас уже не очень много времени, чтобы для тебя... Два вопроса. Да, а чтобы для тебя было главным результатом этого чемпионата? А он уже случился, ты знаешь, Саша, он уже случился. Вот наши молодцы, это раз, второе, наши замечательно организовали все, это два, вот, ну, вот, с точки зрения какой-то там логистики и прочее, и лишь бы все бы ушло. А я бы добавил еще один результат, который, мне кажется, пошел бы на благо стране, экономике, бизнесу, всему чему угодно. Смотри. Это то, что резко выросло продажа кокошников? Да, кокошники, мы даже специально здесь вот вчера опубликовали выкруку, как сделать себе кокошник, чтобы не тратиться в магазине. Но сотни тысяч людей со всего мира приехали сюда по фан-иде, им не надо получать визу, значит, получил фан-иде, потому что для того, чтобы его получить, ты просто заполняешь на странице в ретонном виде анкету, и потом тебе там через несколько дней буквально приходит этот фан-иде, и дальше ты с ним спокойно едешь в Россию. И как выяснилось, мир не перевернулся из-за этого, не приехало к нам злых террористов, кого-то еще, и так далее, и тому подобное. Так вот, если упростить процедуру получения виз в Россию, количество желающих приехать сюда наверняка будет множество и множиться. Это будет лучшей визитной карточкой для страны, потому что люди приезжают сюда, люди видят, что мы примерно такие же, как они. У нас не так сложно получить визу в Россию. Ой, Андрей, это не так просто, как кажется. Во-первых, дорогой мой, можно я тебе только возражу следующим образом? У нас бюрократия, она ужасная. русская бюрократия, она и есть русская бюрократия. Ну вот у нас сейчас Лариса Геннадьевна, наш замечательный референт, она несколько месяцев уже получает визу в Англию. Просто с целью туристической поездки. Ну подожди, мы же не говорим про них, я говорю про то, чтобы к нам ехали, ты мне опять говоришь, чтобы мы ехали, да плевать, я говорю, пускай к нам едут. Пусть едут, я буду рад и счастлив, я вообще за то, чтобы с визами проще было в мире. А ты знаешь, во что это упирается у нас на самом деле? Насколько я понимаю, то есть проблема-то нет. Мы, по крайней мере, не спрашиваем людей, которые едут к нам, где они служили и где-то адрес их военной части. Насколько я понимаю, решение проблемы у нас упирается в позицию Министерства иностранных дел. Почему, казалось бы, не спецслужбы, не ФСБ, да, ничего. Все очень просто, это же бизнес, это деньги, да, вот и все, каждая виза стоит несколько десятков евро. Не будем их упрекать за это, понимаешь, Саша? Я не упрекаю, но тут возникает вопрос, что важнее, интересы министерства или работающих там людей или интересы всей державы? Интересы державы важнее, но дьявол, как всегда, в деталях. Я тебе расскажу такую очень короткую историю. Года три назад я был на книжной ярмарке в Гетеборге, в Швеции. И потом у русской делегации литераторов российских был прием в Гетеборгском консульстве. В нашем смысле? Ну, в нашем, да, в российском. А это совершенно огромная территория и огромное здание. И вот приходим мы туда и такое ощущение, что мы попадаем в замок людоеда в буквальном смысле слова. гулки какие-то, коридоры, еще чего-то. А встречает нас несколько человек. И ощущение нежилое совершенно. Я задаю вопросы, я говорю, а вот получаю ответ от генерального консула. Вы совершенно правы. Когда-то это все было в советское время. Здесь кипела жизнь, здесь была уйма сотрудников, еще чего-то. А сейчас нас сократили всех, потому что не хватает финансирования. У нас большинство вот этих комнат каких-то просто закрыто, потому что надо же убирать, прибирать, еще что-то такое. Просто из-за нехватки этих средств и территория, парк какой-то и так далее. Поэтому я, кстати, когда, помнишь, нашли в нашем посольстве в Аргентине по-моему этот кокаин или что. Да. И еще тогда все удивлялись, как на территории посольства можно спрятать и так далее. Вот на территории Готеборгского консульства можно спрятать танк. Не будем выдавать грибные места. И никто его там не найдет, потому что там их мало, а территория огромная. И у них с финансированием они не жируют. Вот у МИДовцев, у дипломатов и так далее они настолько Я же не предлагаю их лишить последнего кусочка хлеба. Есть какие-то бюджетные вещи, которые государство должно выполнять. А там, где может возникать какой-то соблазн, если его можно убрать, надо его убирать по максимуму. Поэтому, чтобы были средства для того, чтобы Маша Захарова одевалась бы чуть более как-то в соответствии с ее высоким постом. Какой-то женоненавистник вообще. Наоборот. Я как раз... То тебе Меркель не нравится, то тебе разумеет. Маша Захарова. Маша мне как раз нравится. Маша-то как раз, так сказать, очень даже такой симпопон внятный совершенно. Я не говорил, что Маше не нравится. Я говорю, что Маша иногда странно одевается. Может быть, денег не хватает в Миде для того, чтобы с ней поработал стилист. Мы тоже иногда странно одеваемся. Но я не Маша, а ты на самом деле не Надя. И от того, что мы с тобой странно одеваемся, кому не нравится, можно перетерпеть. Мы не женщины. Эта женщина всегда должна быть в элегантных трусах. Понимаешь? Чтобы они не просвечивали через юб. Хорошо. У нас 10 минут и остается 10 дней. до встречи в Хельсинки Путин-Трампа. Мы об этом говорили в прошлый и позапрошлый раз, но тут проясняются все-таки контуры уже. И звучат разные намеки. А, кстати, конгрессмены приехали американские к нам после долгого перерыва, побывали в Петербурге. Затем в Думе очень смешно было смотреть, я не знаю, видел ли ты этот фрагментик из Думы, когда идет заседание, там какой-то товарищ из счетной палаты выступает, что-то стоит бубнит на трибуне, вдруг Володин его прерывает, говорит, у нас, товарищи, у нас в зале на балконе находится делегация американских конгрессменов, давайте мы их поприветствуем. После этого наши депутаты встают, начинаются продолжительные аплодисменты. Очень смешно. Россия страна радушная, добродушная, так сказать, и всячески с нормальным совершенно лицом. Так вот, извини, чтобы закончить подводку к этой части, все чаще звучит в обозначении одной из тем переговоров Сирия-Иран, о чем мы неоднократно говорили до этого. в ближайшие дни, насколько я понимаю, должен приехать к нам премьер Израиля, а здесь есть прямой интерес, должен приехать и мир Катара. Это все до встречи в верхах, до встречи в Хельсинки. Катарская сволотень, которая на катарские деньги изображает из себя, там несколько шаек крупных, одна из них спецслужбами Катара выписывала, и так далее. И они же убеждали старика Обаму, что они очень быстро сковырнут Ассада и так далее. Быстро не получилось, в долгую воевать большого количества людей нет. В общем, известно, что Трамп хотел бы из Сирии уйти, но он не может уйти просто так, он должен об этом попытаться приторговаться с Владимиром Владимировичем. Если американской стороной, в частности Трампом, будет предложено что-то взамен на что-то, результаты какие-то могут быть и по Украине, и по Сирии. Предложено что-то, а разве недостаточно, если вдруг, не вдруг, конечно, и не так в лоб, но упрощая, Трамп говорит, мы уходим, но что взамен? Так, что взамен, вы должны уйти. Нет, подожди, но это не тот разговор, который будет между двумя людьми. Нет, это тот разговор. Трамп скажет, мы уйдем, а что взамен, а Владимир Владимирович скажет, так вы должны уйти. Вот так будет разговор уйти, что ли? Владимир Владимирович скажет, улыбнется, он вообще мастер играет не очень хорошими картами, но мне кажется, что и хорошими картами он играет неплохо. Он скажет, оставайся, думает, не уходи. На самом деле мы не против. И что тогда будет говорить Трамп, непонятно, это они хотят уйти, а не мы хотим, чтобы они ушли. Насколько они хотят уйти, тоже вопрос очень спорный. Нет, он не спорный, ты скажешь, им там ловить сейчас по большому счету вот так вот в ближайшей перспективе особо нечего. Хорошо рассуждать, когда вот тебе навешали лапши на уши и сказали, что в течение нескольких месяцев Асада свергнут, кончат его и все будет нормально. А потом, так сказать, это растянулось на годы, потом это оказалось, что растянулось на 6 лет и так далее. Давай тогда проще, чтобы всем было понятно намеки, звучат следующим образом. По поводу Ирана. Подвиньте отсюда Иран. Вот это другое дело, так сказать, это другое дело. Дело в том, что, а мы тоже не в восторге, что там Иран. Вот тут у нас совпадает на самом деле. В восторге не в восторге, но это наш покупатель оружия нынче. Ну что? У нас там планы по строительству АЭС и так далее. Это многомиллиардные контракты. Да, это все так. Ты знаешь, я когда служил в Йемене, там еще помнили времена, когда в одной бригаде были советники русские и китайские одновременно. Нормальная ситуация такая? С одной стороны, китайский полковник, с другой стороны, русский полковник советский. Не каждый свое что-то такое советует. И нам это, так сказать, была ситуация, ну вот, и мы сделали все, чтобы китайцы, так сказать, оттуда потихонечку, так сказать, свалили, да, и мы сделали все, чтобы китайцы там только занимались вопросами гражданского строительства, да, они строили там, значит, я помню, когда вот начались бои, там китайскими трупами все побережье было завалено, потому что как раз били, они все к берегу побежали, надеясь на спасение, смотря по ним как раз береговая артиллерия, не береговая артиллерия, а корабельная там, как раз, так сказать, долбанула, вот, у них большие были потери, да, так вот, значит, о чем это я, да, о том, что у нас крайне скупо в наших средствах массовой информации упоминаются о том, что делают иранцы, а там в основном стражи исламской революции на территории Сирии и проиранские силы, типа той же Хезбулы, которую в Израиле там люто ненавидят совершенно, вот, а между тем, они участвовали в очень кровопролитных боях, сражениях и так далее, настолько, что иранская сторона потеряла даже несколько генералов вот за вот это время, вот, они не очень сопрягаются с нами, они не очень, так сказать, идут на какую-то координацию, асад цепляется за них, ну, как оловит, да, так сказать, потому что оловиты это шиитская секта, да, ну, а Иран себя выставляет как такой центр мирового шиитства. не просто цепляется, да, давай, там, говорить цинично, это, помимо всего прочего, ну, пушечное мясо тоже, да? Нет, он не хочет быть совсем рабом лампы, он понимает, что как только, допустим, выбьют иранцев из Сирии, да, вот, кеглю эту, вышибут, да, он один на один останется с большим русским братом и будет совсем делать, вот, уже то, что, так сказать, ну, как по-другому, этот заяц не прыгает, так вот оно... Ну, дальше весь встает резонный вопрос, да, сегодня рано или поздно заканчивается, сегодня рано или поздно заканчивается, а кто будет строить Сирию заново, да, кто за это заплатит? Хороший вопрос. Вряд ли за это заготовы заплатить мы, согласись. Боливар не вынесет двоих. Крымский мост осилили, слава богу, как бы стадионы построили к чемпионату мира. Я считаю, что ты неправильно рассуждаешь. Желающих инвестировать в экономику Сирии... Я не представляю себе объем средств. Я тебе скажу, речь идет о миллиардах, но дело... Я тебе скажу, что речь идет о десятках миллиардов. Да, и сотнях даже, но дело вот в чем. Например, у таких стран, как Франция и Германия, деньги для инвестиций, соответствующих есть... Я думаю, они есть у Катар. Ну, и у этого, так сказать, замечательного государства, которое испытывает определенные, впрочем, так сказать, сложности, тоже есть деньги. И свободные деньги, в том числе, они будут конкурировать друг с другом. Так вот, так же, как немцы давили французов на предмет возможности вложиться в экономику Ирана по условиям той сделки, которую потом захотел Трамп отвергнуть, точно так же все будут биться и за Сирию. Да, поменьше страна, так сказать, не такие, так сказать, большие объемы, но я тебе скажу... Так чего мы согласимся с предложением друга Дональда, если оно последует, подвинуть иранские силы из Сирии? Да, мы и без этого предложения, там, как мне кажется, пытаемся сами это сделать. Ну, то есть, вот как минимум, если так, то как минимум одна точка соприкосновения, она уже есть, как бы, да? Она есть, но дело в том, что, так сказать, Трампу этого мало будет, да? Ему же нужна какая-то наша внятная позиция по вот этому соглашению, да, из которого Трамп вышел по... вокруг Ирана, да, вокруг Ирана, ядерная сделка с Ираном, да, ядерная сделка с Ираном, а вот это нам категорически невыгодно, понимаешь? Поэтому я и не знаю, да, но многое, понимаешь, Трамп экстравагантный парень, да, я не знаю, что он будет предлагать. Я знаю, что хотелка у американцев большая, да, и там целый ряд моментов их интересует. вопрос, что могут предложить. Вот этого я действительно не знаю. Через неделю мы посылаем наших корреспондентов в Фонтанке в Хельсинки, поэтому через неделю уже будем ждать оттуда первых репортажей. Извини, буквально у нас время уже исчерпано, буквально последний вопрос может быть. Я хотел предложить нашим читателям, не читателям, а нашим слушателям, ты же меня спрашиваешь иногда, что... Я бы даже сказал зрителям. Зрителям, что почитать, что посмотреть. Вот смотри, какая толстая книга, да, толстенная вообще. Много бумаги, да. Можно вот так вот если по башке дать, то и с целью самообороны можно... Я думаю, страниц 1100 примерно. Да. Жаэль Диккер написал эту вещь, так сказать, сейчас я тебе скажу, сколько тут страниц. Нет, здесь 715 страниц. Значит, бумага толстая. Бумага толстая, ну, она сама по себе, да. Правда, о деле Гарри Квеберта. Это потрясающая совершенно вещь. это замечательный совершенно детектив с обманками, с такими сложными финалами, там. Но это потрясающая книга об Америке. Причем, это книга об американской глубинке. Это завораживающая история. книгу-то покажи, чтобы все видели, как бы, да. В нескольких временах. Вертят, там, что-то вертят, как бы, да. В нескольких временах. На камеры покажи, на все камеры, как бы, да, чтобы все увидели. Это, 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 знаешь, я ее, мне никто ее не рекомендовал. У меня такая манера есть, ты только не думаешь, что я сумасшедший, мне кажется, что я умею разговаривать с книгами. Я хожу каждую неделю в дом книги, я вот трогаю книги, глажу их, и некоторые меня откликаются. Вот эта книга мне сказала, прочитай меня, ты не пожалеешь. Я купил ее и думаю, что такое, может мне какие-то там голоса мерить, что псих я или не псих. Повозил я ее с собой в машине некоторое время и думаю, ну вот сейчас я ее начну читать, и окажется, что это я все выдумал, что книги со мной разговаривают, что я оторваться невозможно, и эта книга, это очень интеллигентный детектив. Эта книга, она еще о писательском мире Америки, об издательском мире Америки, о том, как она устроена. Это неполиткорректная книга, где американцы говорят очень смешные фразы, типа того, что а там 2008 год, время выборов Обамы на первый срок, и вот там один адвокат рассуждает и говорит, что демократы никогда не победят. Ну, посудите сами, женщины и нигер, ну, куда же дальше? Дальше будет только индейский вождь, значит, или еще что-то такое, да? Это книга с очень, это книга о любви, это книга с замечательным юмором. Я совершенно не знаю этого парня, а парень, кстати, написал, что поразительно, швейцарец. Это к вопросу о Швейцарии. Так вот, я совершенно не понимаю, как швейцарец мог написать такую книгу об Америке. Давай еще раз ее покажем, а ты мне своими словами о разговоре с книгами напомнил, как мне вчера рассказывали об одном человеке, который разговаривает с чайником, но я не буду говорить о ком эту историю, потому что все действующие лица еще живы и функционируют, а сам я свидетелем не был. Ты мне, к сожалению, сорвал мой последний вопрос. Ну, спроси, я коротко отвечу. нет, хорошая точка. Ты хотел спросить про губернатора? Хорошая точка с книгой, а про губернатора и про обступительные экзамены в университеты, а твой сын поступает, мне было интересно, как обстоят дела на этом фронте, я думаю, еще будет время поговорить в следующий раз спасибо, это была в эфире программа «Итоги недели» с Андреем Константиновым, спасибо, Андрей, до встречи через неделю.